Юрий Викторович, не хотелось бы, чтобы здесь состоялся какой-то отчет о работе Минпрома за прошлый год. Поэтому в общих чертах, если и разбираться по работе от России в Беларуси за прошлый год, то, наверное, надо это шире делать, чтобы не выглядело это кулуарно. Ну и потом надо же кого-то пошлить, похвалить, а кого-то, сами понимаете, на место поставить. Если сработали неадекватно, то ситуация, которая складывалась. Ну, естественно, планы будущего года, именно планы. Не какие-то там прогнозы, эту болтовню, так называемую рыночную, надо заканчивать. Есть жесткий план, если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать. Пускай нас критикуют, что мы ретрограды, что мы консерваторы и так далее, когда будут предприятия работать, человек будет иметь зарплату, и желательно хотя бы немножко выше, чем в прошлом году, тогда нас оценят. Поэтому это очень важно, а еще важнее вы поднимаете вопрос по равномерному производству, ну и, естественно, поставке техники по кварталу. Прежде всего, техники. Ну и очень важный вопрос – поставка техники в лизинг. 146-й указ, который вы часто цитируете, в каком направлении у нас организована работа и как мы будем работать в будущем году по лизингу. Мы замахнулись на пятилетку сформировать планы, планы заказов и производства белорусской техники, планы закупок, ну и, естественно, и продаж. Несколько слов по допуску наших предприятий к госзакупкам Российской Федерации. Для меня это принципиально. Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации, чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которых мы достигли в Сочи по кооперации и по продажам. Ничего мы не сделаем, если не будем повышать качество продукции. Вы сами отмечаете этот вопрос. Мы очень много говорили. Думаю, что в этом году, особенно в этом году, стартовом году пятилетки, нам надо особое внимание обратить на качество. Есть предприятия, которые очень сильно добавили в качестве. Очень сильно. Но некоторые, хоть немножечко, но качество снизили. Я так понимаю, это, прежде всего, рекламации, которые поступают на продукты. Значит, это касается, в основном, новой продукции, которая была опытной и которая начинается... Ну, ты об этом расскажешь. И еще один вопрос. Пару-тройку предприятий наших попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Значит, Юрий Викторович, задача правительству. Передайте Головченко и решите этот вопрос в правительстве. Мы должны симметрично ответить на это. Они увели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали. И мы должны соответствующим образом отреагировать. У нас, по-моему, по три тысячи иностранных предприятий работает в Беларуси. Мелких, средних, крупных и так далее. Они должны понимать. У нас хорошо с ними, хорошо этим предприятиям. Если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить. Не надо бояться. Надо уже им показывать зубы. Но, тем не менее, свои предприятия, вот типа МЗКТ, Амкадор и так далее, еще там одно-два, мы должны их поддержать. Каким образом, я хотел бы послушать. Ну и наши проекты важнейшие. По старой вашей службе, теперь по новой. Шклов, Добруш, Светлогорск. Светлогорск, Гродноазот, как будем строить, за какие деньги, с кем. Ну, если мы решили построить, значит, надо строить. Если это перспективное предприятие, это будет основное предприятие на пятилетку, если мы построим. Конечно, пять лет мы его строить не будем, но, тем не менее, надо современное предприятие по производству азотных удобрений построить. Потому что на сегодняшний день и спрос. И спрос будет, потому что не хватает продовольствия в мире. А продовольствия без удобрений тоже не бывает. Уже, Александр Ильич, ну, как Вы и сказали кратко, итоги, это уже со статистикой уверено, объемы промышленного производства в 2020 году к 2019, 99,3%. Мы в 98% ожидали бы в летом, да, немножко подценивали. Понятно, масса объективных причин, но из моих отраслей, которые я курирую, только Беллесбомпром превысил уровень прошлого года. Ты хочешь подчеркнуть, что твой лесбомпром? Нет, я хочу подчеркнуть, что это ведомство, ведомство, которое работает на местном сырье. То, что Вы всегда говорили, что независимо от нефти, газа, договоренности с кем-то. Вот есть свое сырье, пускай его в переработку, получай качественный продукт, и экспортируй, и продавай. Но будет неженое. Это очень важно, что ты сказал нашим вот этим протестунам. И тех, кто нас критиковали, надо сказать, что в этом году сельское хозяйство спасло нас, добавило 5%. В трудные годы 5% и экспорт уйдет со свистом. И деревообработка твоя, тоже нам куда деньги не туда вкладываем, она сегодня нас спасает и дает результат, и мы здесь перерабатываем местное сырье. И по производству, и по экспорту добавили. То есть там, куда мы вложились и уделили особое внимание, мы получили отдачу. Вот это им надо в голову убивать, показывая их несостоятельность. Продолжение следует...